Добрый день. Поступил вопрос следующего содержания. У меня гиперактивность и дефицит внимания на фоне этого тревожности и невозможности выполнять свои дела. Можно ли мне чем-то помочь? Возраст автора 30 с небольшим лет. Попробуем разобрать эту такую клиническую задачу, хотя, конечно, совершенно очевидно, что в ней недостаточно данных. Но если мы говорим о гиперактивности, то первое, что приходит в голову, это, конечно же, вот этот детский псевдодиагноз, касающийся гиперактивности и дефицита внимания именно в такой формулировке, который нередко ставят детям. Причем диагноз этот, именно пародиагноз, как я сказал, то есть не полноценный диагноз, а такая совершенно непонятная дефиниция, которая объединяет в себе абсолютно все, что угодно. Начиная от того, что ребенок совершенно здоров, но слишком резвый по сравнению со своими сверстниками, заканчивая тем, что у ребенка тяжелое органическое поражение головного мозга и на фоне этого неадекватное психомоторное возбуждение. То есть такая формулировка гиперактивности, дефицит внимания, она характерна для педиатрической практики, но тем не менее абсолютно никакой информации о том, что именно с ребенком происходит, не дано. Здесь же мы говорим о взрослом человеке, то есть с 30 с чем-то, с небольшим лет, это уже явно не педиатрия, это совершенно полностью сформировавшийся организм. Тогда о чем может идти речь? Если мы говорим опять-таки деперактивность, то есть повышенная активность, повышенная физическая, повышенная психическая активность, первое, что приходит в голову, это, конечно же, маниакальные состояния разной степени выраженности. Что такое маниакальные состояния и что такое эмоциональное расстройство, смотрим в ссылку на экране. Если говорить в двух словах, то компонентами они следующие. Это повышенная физическая активность, повышенная психическая активность и повышенное настроение. Здесь же автор нам пишет, что у него не повышенное настроение, он пишет про тревожность. В принципе, существует маниакальное состояние, гипоманиакальное состояние, как правило, ну, судя по тому, что автор все-таки нам написал, значит, критика к своему состоянию на личности, значит, скорее всего, это не мания, когда человек, как правило, критики к своему состоянию в полной мере не испытывает и считает себя не больным, чем-либо, наоборот, самым здоровым, самым счастливым и самым могущественным из всех живущих и живших ранее людей. Мы можем предполагать гипоманию. Но гипоманию атипичную, то есть, вот этот вот повышенный компонент психической и физической активности в сочетании с тревожностью. В принципе, такое может быть. Но, честно говоря, у меня складывается впечатление, что автор не совсем верно описывает, вербализирует, точнее, свое психоэмоциональное состояние. Поскольку, как правило, при наличии маниакального состояния, даже гипоманиакального состояния, проблемы человек, скорее, склонен создавать для окружающих, а не видеть их у себя. Здесь больше внимания, на мой взгляд, следует уделить именно описанию тревожности, которая входит в вот этот вот синдром и комплекс. Именно за счет тревожности вполне вероятно, но, опять-таки, это область предположений, поскольку я не видел этого человека и по столь скутному описанию нельзя делать однозначные какие-то выводы. Но именно тревожность, на мой взгляд, здесь должна стоять на первом месте, поскольку человек тревожен, он беспокоится по поводу возможного наступления неких неконкретных, не описанных, четкими словами, неблагоприятных событий. И вот эта тревожность сама по себе может порождать несколько излишне суетливые действия, неустойчивую концентрацию внимания, недостаточную концентрацию внимания, неустойчивое внимание, быструю переключаемость внимания, неспособность, невозможность сконцентрироваться на каком-то виде деятельности, постоянную отвлекаемость на эти тревожные переживания. Вот тревожность к этому может привести. Тогда мы можем говорить о наличии тревожнофобического расстройства. Что такое тревожнофобическое расстройство, смотрим на экране. Скорее всего, опять-таки, непсихотического регистра. Какие заболевания относятся к непсихотическому регистру, смотрим ссылку на экране. Что со всем этим делать? Ну, во-первых, безусловно, необходимо проводить какую-то диагностику. Либо нужно гораздо более подробное описание, на что конкретно вы жалуетесь. И тогда можно будет с большей уверенностью говорить, что же это все такое маниакальное состояние, или это тревожнофобическое расстройство. Либо это вообще что-то третье, потому что та же самая гипервозбудимость может наблюдаться и при гиперстенической фазе, астенического синдрома и так далее, и так далее, и так далее. Тут слишком много вариантов. Либо вы можете воспользоваться нашей системой самодиагностики. Ссылка на экране. После того, как будет более или менее понятно, с чем мы имеем дело, можно будет говорить о том, что как лечить. Дело в том, что лечатся эти расстройства, если даже мы возьмем вот эти два наиболее, на мой взгляд, вероятных предположений о гипоманиакальном состоянии, тревожнофобическом расстройстве, совершенно по-разному. Для гипоманиакального состояния, как в качестве лечения, используются либо препараты лития, ну, что менее, конечно, желательно, поскольку они достаточно тяжелые в плане побочных эффектов препараты, либо, что чаще сейчас практикуются, различные антиконвульсанты или нормотимики. И то, и другое требует безусловного назначения только после очной консультации с врачом, поскольку и для тех, и для других препаратов характерна возможность изменять формулу крови, и в контроль формулы крови требуется регулярно. Если мы говорим о тревожнофобических расстройствах, то вот здесь вот можно по... Ну, конечно, опять-таки, желательно все-таки начать не с самостоятельных экспериментов, а начать, опять-таки, с очной консультации и назначения адекватной терапии лечащим врачом. Но если по какой-то причине это невозможно, то при наличии все-таки тревоги на первом плане можно попробовать нашу систему Медицина 4.0, ссылка на экране, и воспользоваться тем, что представлено в ней. Но еще раз хочу подчеркнуть, что здесь, во-первых, неясно, собственно, что это за диагноз, а во-вторых, даже при наличии четко сформулированного точного диагноза лечение, конечно, должен назначать врач после очной консультации. Это является оптимальным вариантом. Вот что можно сказать по этому вопросу. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.